Всем привет, я Мигрик, и сегодня мы разберем Бравл Толк, в общем, что добавили, и расскажу вам про всякие мелочи. Итак, добавили у нас дофигища скинов, нового, просто бомбезного персонажа, и еще доработали мап-мэйкинг. Надеюсь, правильно произнес. Кстати, не забывай поддерживать этот видос лайком и подпиской своей на канал. Итак, что с новым персонажем вообще? Это лютая имба, просто посмотрите. То есть, если он своей полной тыкой одной попадет, персонаж просто застанется, это жесть. Вот, сейчас мы видим это на Броке, и это просто охренеть. У него есть просто бомбезная ульта, которая позволяет просто замедлять ваших соперников, ну или же, как сказать, по-другому. Ну или же ваши соперники будут терять просто управление, и это, это жесть. Это просто лютая имба, это не как Скалет, как она вышла, и все такие... Что? Здесь такого ни в коем случае не будет. Здесь просто... Это разрыв мозга. Добавили нам, да, вот эти вот скины. Кстати, хотите, бажик, покажу Спайпер, который я уже увидел в Бравл Толке. Так что досмотри до конца. Будет интересно. Да, пропиарили они опять свой чемпионат мира, потому что я чувствую, как Суперселл не устраивает то, что вот чемпионат мира набирает очень мало просмотров, и вообще как-то не очень. То есть они по факту с него ничего не получили. Кстати, здесь небольшой есть кликбейт у Суперселл. Они все еще не собрали 1 миллион долларов, и уже говорят, что приз миллион. Что-то как-то кликбейтят. И вот нам показывают, как мапы делать. Да, логично. Доработали. Короче, если ваши друзья лайкнут, и им понравится ваша мапа, то вполне возможно, она сможет залететь в глобал, и на ней смогут поиграть уже другие люди. И, блин, это на самом деле очень крутая фича для людей, которые делают мапы. Честно, мне такое, в принципе, нравится, хотя я сам сделал всего пару мап. Я этим не буду заниматься, но очень прикольно будет, допустим, поиграть на карте из одних черепков, это же жесть. В общем, давление на самом деле дико крутое, и больше всего, я думаю, что его вытянет именно вот этот персонаж Лу. И, кстати, его снова спалили. Как минимум, я его увидел за пару часов до Бравл Толка, и это было очень прикольно, что Суперселл чего с этим не могут сделать. Блин, персонаж просто очень крутой, и я представляю, как накидываю эту ультую уже в Броу Боле каком-нибудь, просто стреляю, все станутся, и это будет очень прикольно, очень угарно. Но только если вы играете против Лу, то знаете, что, ну, можно сразу, короче, ливать. Потому что персонаж очень мубовый, но почему-то, зачем-то Суперселл сделали. Так что выбить его из ящиков можно только тогда, когда вы достигнете 30-го левела. По мне это очень и очень тупо. Но, как я понял, этого захотели комьюнити, потому что, ну, никто не хочет получать вот этого вот Лу вместо какой-нибудь легендарки. Все хотят и Лу получить с Бравл Пасса, и легендарку как бы из ящиков. И, кстати, вы знали, что Суперселл сделали так, что теперь, вот если вы выбьете вот этого хроматика, у вас шанс на легу понижается. И, ну, это на самом деле тоже обидно. Ну, блин, я хотел уже, думал, замутить топовый контент, как я там, блин, открываю все свои боксики, пытаюсь его выбить, а не фига. А, слушайте, а давайте я дойду до 30-го уровня и посмотрим, чисто посмотрим, выпадет ли он мне из боксов. То есть все боксы до 30-го левела, плюс еще и боксы с прошлого сезона. В общем, это будет очень и очень прикольно. А вы не забывайте ставить лайк на это видео, подписываться на канал. Всем спасибо, всем пока!